Всем хелло, вы на канале мой флакон, меня зовут Слава, рядом со мной Сергей. Сегодня мы вместе с вами распакуем набор из 12 сэмплов бренда Thamen. Так выглядит эта коробочка. Каждый сэмпл по 2 миллилитра. Это английский британский бренд, посвящен восточным ароматам. Его основал Базель Бинджабар. Он вдохновился какими-то драгоценными камнями, ювелирными изделиями и каждый аромат этого бренда посвящен какому-то бриллианту, алмазу, ювелирному камню. Вот так вот выглядит коробочка. Сзади 12 названий этих ароматов. Мы еще в два ряда они здесь выстроены. Крупные, но несмотря на то, что 2 миллилитра всего, как бы не взгуляешься. И также здесь есть какая-то книженция небольшая. Типа инструкция, как хранить эти ароматы. Также мне на Новый год подарили аромат. Он называется Carved Wood от Thamen. Вот так выглядит у них коробка. такой куба. Здесь выдвигается за такую ленточку. А это их топовый аромат? Это их топовый аромат. Он посвящен дерево-уду. Вот так вот выглядит их флакон. Кубический, темно-синего цвета. Мне нравится их визуал. То есть, как выглядят их флаконы, как их коробки. Красивая крышка такая с логотипом этого бренда. Крышка магнитная. Здесь позолоченная такая, пульвик. То есть, такое создает звук. Ну, ты знаешь вообще что-нибудь про этот бренд? Вообще не знаю. Знаешь, что он не дешевый. Пользовался? Никогда не пользовался? Нет, ну вот я видел твой Cartwood и там еще один аромат, ну все. Так что мы начнем тогда с первого аромата, не будем затягивать. Я тоже практически не знаком с этими ароматами. Буквально заинтересовался этим брендом месяц назад. И про него буквально узнал не так давно. И мне он понравился. То, что это интересно, когда ароматы посвящены какому-то ювелирному украшению. Первый аромат называется Amber Room. Но, получается, этот не посвящен никакому украшению. Нет, посвящен. Amber Room переводится янтарная комната. Янтарная комната, которая находится в городе Пушкин. О, серьезно? В Екатериновском дворце. Серьезно? Именно этому аромат? Ну, я думаю, янтарная комната единственная в мире. Окей. То есть, Amber Room — это янтарная. Прикольно, я не знаю. Ну, скорее всего, здесь должна быть амбра. Он сладкий на старте, довольно-таки сладкий. Я чувствую розу. Довольно сильно розу чувствую. Кстати, сильный аромат сразу так вдарил в нос. Угу. Я тоже чувствую розу. И роза такая бархатная, красная роза. Слушай, прям очень удушливая. Я вот аж не могу подальше хочу блотер, потому что он очень сильный. А это как? Экстракты, парфюмы, лады парфам? Кстати, это у нас получается экстракт депарфам. Экстракт депарфам — это всё? Кошмар. Ну, вот поэтому они будут весьма интенсивными. Угу. Сильно, да. Мне чем-то напоминает библиотеку от Bayreda. Что-то есть схожее. Ну, и здесь, конечно, прям роза очень такая. Целый такой пышный букет красных роз. И он такой сладкий, амбровый. И немножко древесный, я бы сказал. И, наверное, здесь даже пудра. Что-то пудрит. Может быть, здесь даже есть ирис. Что-то может быть такое. Ирис либо пудровый. Угу. Ты был когда-нибудь в янтарной комнате? Нет, никогда, но я бы хотел. Я был три раза. Ну и там нельзя снимать, там просто вы проходите мимо янтарной комнаты. Не знаю, почему нельзя снимать. Ну, не впечатлило. Несколько раз это видел. Она большая? Она, кстати, на самом деле не очень-то и большая. Вот. Итак, заявлены здесь турецкая роза, бергамот, амбра, кедр, специи и кориандр. Ну, такой, да. Кориандр дает вот эту специюсть. Немного щекочет нос. Я, наверное, этому аромату поставлю семерку. Он приятный. Я больше вижу его на женщинах. Сам бы я не знаю, носил бы такой или нет. Ты бы носил бы такой аромат? Не знаю. Нужно носить на коже, я считаю, потому что роза, сладкий, еще древесный, сложно весьма. Ну и очень сильный. Я экстракты почти никогда не носил. Даже не знаю. Ну, да. Он будет, наверное, несколько пшиков. И он может придушивать. Главное с ним не переборщить. Пойдем следующий аромат обозревать. Он называется Blue Heart. Голубое сердце, я так понимаю, да? Угу. И, скорее всего, этот аромат посвящен, если ты помнишь, в фильме «Титаник» был кулон, ожерелье в форме синего такого бриллианта. В форме сердца. Он такого синего цвета был. Ну, я помню, какой-то... Например, какой-то флакон такого. Какой-то там камень помню, но я не помню, что там синего. Я так понимаю, то, что он в «Голубое сердце» переводится, а каждый аромат посвящен какому-то ювелирному украшению, я, наверное, думаю, что как раз-таки вот это что-то подобное. Ну, раз плюс, значит, там должны быть какие-то синие цветы. Я ставлю на ирис либо... Мне хочется сказать васильки, потому что мне пахнет васильковым печеньем. Такое в Беларуси было. Но он сладкий, цветочный и есть какой-то фрукт. Да, есть какой-то фрукт. И я чувствую что-то, но я не могу разобрать. Что-то эзотическое может. И фрукт какой-то действительно тропический как будто, да? Может быть, манго. Что-то или манго, или маракуйя. Маракуйя нет, скорее всего. Маракуйя, она более кислая. Кислинка, а это не кислый аромат. Может быть, даже клубника в сочетании с чем-то еще древесным. Наверняка будут цветочные ноты. Да. Древесные тоже ожидал бы, на самом деле. Скорее всего, даже бело-цветочные. Бело-цветочные? Угу. Тубероза, она. Ну, вот, наверное, что-то из этой серии. Тубероза, может быть, магнолия. Может, жасмин. Давай почитаем что-то. Прямо очень много цветов, Маракуйя. Угу. Итак, здесь шафран и кокос в верхних нотах. В средних нотах корень ириса. Ну, вот, чувствуется, да, немножко ирисовость. Ваниль бобы тонка. И в базе нагарморта амбра и белый мускус. Угу. Вот амбра дает вот эту сладость. И он очень сладкий, на самом деле. Как и первый аромат, который амберу, янтарная комната. Он даже, мне кажется, еще слаще, чем янтарная комната. Да, для меня он прям сильно переслащенный. Он действительно дает ирисовыми оттенками. Корень ириса. Морковности я не почувствовал. Но, может быть, она будет дальше, если его разнашивать. И да, очень много сладостей. Не мой аромат точно. Ой, сколько ты поставил мне? Так, первому амберу я поставлю, наверное, семерку, да, вот как я сказал. А этому, наверное, шестерку. Он мне меньше понравился. Не знаю. Очень сладкий. Я не люблю сладкие ароматы очень. Для меня это удушает. И не понимаю, зачем сильно переслащивать. Ну, если кожа съедает быстро ароматы, то, может быть, нормально. Сейчас я наношу следующий аромат. Называется Carved Wood. А, непосредственно который у тебя, да? Да. И он... Я его сейчас нанёс, и он прям как будто газированный пузырится здесь всё. Как газировка. Интересно. Я первый раз такое вижу. Ну, значит, там воздух как-то проникает. Как-то воздух проник туда, да. Ну, я... Носил даже его, да? Я его уже разнашивал, на Новый год наносил, когда мне его подарили. Мне он нравится, он приятный, он такой древесный. И я как знаю, я читал про этот аромат, он пахнет настоящим чистым удом. Именно индийским. Индийским каким-то одним из самых дорогих удов в мире, который существует. Его ещё сравнивают с Томом Фордом, Уд Вуд. И я нюхал Уд Вуд. Да, они похожи, но я считаю то, что Уд Вуд от Тома Форда он более тихий. На моей коже он вообще быстро затихает. И какой-то нестойкий мне так оказалось. Вот. А этот он красивый. И он со временем раскрывается в такую хвойную. Хвойный такой. В хвойную... Больше в хвойную сторону. Угу. Ну, я расцениваю это как... Если сравнивать с Удами от Курджана, это немного в другую сторону. Они похожи. Уды от Курджана более мягкие, более какие-то изящные. А это в древесную, да? Потом идёт. Да, он такой больше в древесную и хвойность такой. Угу. Наверное, здесь кедр есть. Я не помню, что здесь заявлено. Угу. 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 Угу, наверное, такой вообще кедровый аромат, древесный. Угу. Я вижу это в основном на мужчинах больше. Потому что он такой довольно сильный. Угу. И довольно резкий. Угу. 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 Твой топочек,то? Да. Да, да. Конечно. Я его с удовольствием ношу, разнашиваю. Мне он нравится. И вообще мне нравится сам флакон, как выглядит. А здесь 50-ка? Здесь, по-моему, да. Да-да-да. Что ж. Карфт Ут. Верхние ноты. Бергамот. Кипарис. Нагармота, опять же. И розовый перец. Но вот я не чувствую особо такого. А, ну кардамон, да, такой нот? Ну да. Средние ноты. Ут, кедр, пачули, ирис, база, мускус, сандал, ветивер, амбра, ваниль. Слишком много всего здесь. Здесь намного больше всего, чем только Ут. И поэтому довольно сильный мусор. И он также сладковат. Есть какая-то сладость за счет амбры. Амбру, они, я так понимаю, уже не жалеют свои ароматы. Здесь вот эта сладость. Но она такая, умеренная. Единственное, я почему-то не нашел информации, какому ювелирному украшению он посвящен, этот аромат. Нигде нет. Как бы название Ут. Следующий аромат называется у нас Колинан Диамант. Колинан Диамант. Бриллиантик. Или что-то? Да, он посвящен самому крупному бриллианту в мире. Самой чистой огранке которой. И он должен как-то пахнуть, наверное, роскошно. Слушай, я чувствую, что я надеялся как-то не по событию. Нужно было прийти в рубашки. Ну, ты же не знал. Прям такие бриллианты, роскошиства. Золотые часы, там цепь. Цепь, да. Такие. Бижутерию. Серги. Корон. Королевскую. Да, обязательно. Ой, какой он очень тоже сладкий, розовый. Часероза. Знаешь, мне он пудрит. То есть больше в какую-то ирисовую сторону. Ну, да, да, да. Здесь есть вот эта ирисовость. Именно корень ириса. Да, вот есть немного какая-то семена моркови. Для меня это больше цветок, наверное, ириса. Она пудрит, но корень и цветок. И очень зеленый. Для меня он прям зеленый. Я чувствую какие-то зеленые ноты. Может быть, что-то на гормоте вот это. Уже, которое тоже во всех ароматах уже присутствует. Как и амбра. Наверняка будет здесь амбра. Что-то опять же древесное. И опять, это очень плотный аромат. В принципе, они все экстракты, чего я ожидаю от экстрактов. Но сложно. Но со временем, часто раскрывается. Я чувствую уже уд и чувствую ваниль. И розу. Чувствуешь розу? Уд, ваниль, роза, да. Наверное, это больше нравится пока что мне из всех. И он очень сильно напоминает Фредерика Маря, портрет оф Леди. У меня больше Куржановского уда. Да? Интересно, что там. Ну, единственное, что здесь, конечно, пудровые оттенки и портрет оф Леди, да. Угу. Итак, это Калинан Даймонд, да, как он там назывался. Здесь черный перец. Потом роза, ваниль, корень ириса. И в базе кашемировый мускус, амбра и кедр. Ну, то есть древесная, ванильная, ирисово-розная. Ну, красивый аромат. Да, да, я ставлю ему восьмерку, мне нравятся такие ароматы тоже, хороший, неплохо. Ну, единственное, уже до этого уже нюхали подобное, да, как бы нет такого, прям, вау. Ну, я бы сказал, что везде нету вау-эффекта, они плотные довольно. И вот они похожи чем-то между собой. Ну, похожи амброй. Здесь везде есть амбра почему-то. Наверное, то, что амбра, это как похоже на янтарь, на камень. Может, поэтому... Ну, это догадки. Следующий аромат называется диадем. Знаешь, что такое диадем, Сергей? Диадема, ну, наверное, тоже. Пшикай в ту сторону, то, что тут сейчас запшикаешь. Пшикай в ту сторону, пожалуйста. Окей. О-о-о. Наверное, нужно ждать все-таки, потому что вначале прямо не очень сильно в нос дают. Диадема – это какой-то дракосяльность. Ну, я гуглил, и диадема на протяжении веков была символом королевской власти. То есть, я вставлю картиночку, что такое диадем. У нас, типа, головной убор, то есть, на головинности? Я... А, диадема-то вешают, да, такое состояние? Я не знаю, я не уверен. Окей, да. Диадем. Диадем пахнет. Здесь тоже есть роза. Почувствую розу. И сандал. Здесь вот как раз-таки я еще хотел бы подметить, что английская парфюмерия очень часто использует своих ароматов сандал. Не знаю, почему так. У них очень часто есть сандал. И этот вот как раз-таки сандаловый. Здесь какая-то есть хвойность, кедр, я чувствую. Здесь есть мускус. Отчетливо слышен мускус. Тут немного зверек. Я тоже слышу сандал. Есть рассольность какая-то. Древесность. Опять же, немного пудровость. Мне не нравится аромат. Он расходится слишком какие-то разные стороны. И... Я не очень понимаю, как его носить. И я думаю, на коже нужно смотреть. Он будет другой, скорее всего. Кстати, по поводу Carved. Он на коже такой же, как и на Блот-3? По сути... Да. Что еще хотел бы сказать про него? Он держится на коже стабильно 4-5 часов. Потом он очень тихо-тихо на вас играет. Он не громкий. Но есть шлейф. Есть шлейф. Вы его будете слышать в течение 4-5 часов. А потом он уже садится на вас очень близко к коже. И все. Его надо обновлять, если вы хотите. Или уже другой аромат на себя носите. Это диадем, да? Мне понравился диадем, на самом деле. Я ему поставлю девятку. Хороший аромат. Такой... Какой-то, знаете, в стиле амуажи. Он прям очень восточный. Не знаю. Мне кажется, так амуажи пахнут. Вот уж что-то восточное в нем есть. Ну, и как ты сказал, что посвящено Востоку. Новый аромат. Да, да, да. Верхние ноты лаванда, алипанум, смола, кардамон. Дальше шафран роза, амбра, пачули, ваниль. Амбра опять в аромате есть. Ну, наверное, смола вот дает вот эту хвойность. Ну, для меня аромат, он довольно какой-то пряный. И что, это из-за лаванды, что ли? И шафран? Шафран. Шафран. Следующий аромат. Шафран же это специя. Империал кроун. Если я правильно прочитал, корона как по-английски у нас? Думаю, да. Так. Имперская корона. И тоже, смотри, видишь, он пузырится. Ну, эпик интересно. Не знаю, видно ли, здесь уже прошли. То есть, это, понимаю, снизу он как-то подходит. Но я никогда не видел такого еще. Мне кажется, что это либо слишком жидкость плотная, из-за этого, наверное, как-то докрасиливается. Ну, это прикольно. Это как газировка, когда вы открываете, вот пузыри так вверх. Вот так и здесь. Этот мне не нравится. Ты вспомнил про газировку, и вот я ее почувствовал. Да? Да, я чувствую, что это фруктово-цитрусово. И есть животные ноты. Да. И этот аромат посвящен императорской короне, которая украшает, украшена бриллиантами. Чувствуешь? Наверное, она еще с какой-то тканью, где... Бархат какой-нибудь, да. Либо из норки, знаете, что это? Которая пахнет, собственно, этим. Ну, кстати, да, возможно. Для меня это какой-то сложный аромат. Мне его сложно расчленить по нотам. Но он приятный. Здесь, мне кажется, тоже есть сандал. Почему-то. И, наверное, здесь амбра есть. Во всех пяти была амбра уже. Да. И еще хотел бы сказать то, что этому аромату я поставлю восьмерку. Мне он нравится. Хороший аромат. Хороший. А тебе? Нет. Слушай, вообще я в шоке, потому что это все очень сложно. И... Не знаю. Это все нужно попробовать. Действительно, мне кажется, не стоит покупать эти ароматы вслепую. Да. Это да. Обязательно стоит затесты делать вот с такими пробниками. Они очень сложные. Они очень интенсивные. И... Угу. Ну и дорогие. То есть, если вы купите, отдадите столько денег и потом пожалеете. Алибанит. Кто знает. Что ж. Заявлен аромат как... Сверху эллими, черный перец и розовый перец. В средних нотах алибану и кожа. Угу. И в базовых нотах гвояк и почуни. Кожа здесь такая очень копченая. Я кожу вообще здесь практически не чувствую. Но здесь вот какая-то есть копченая нота. Это гвояк. Да, гвояк. Он коптит. А получается, сладость дают вот эти смолы эллими и эллибану. Это первый аромат, который без амбры? Ну, здесь есть эллими и эллибану. Это тоже смола, как и амбра. Непосредственно. Любят они это дело. Ну, мне кажется, что для закрепления ароматов, чтобы они именно были такими интенсивными, приходится использовать плотные какие-то компоненты, в том числе и амбру. Ну, наверное. Наверное. Следующий аромат называется потайлое. 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 Как бы такое название. Это, по-моему, какое-то индийское вообще название. Это индийское ожерелье. Потайлое. Потайлое. Как правильно адаптно. Спасибо. И если история, то, что это ожерелье изготовлено из платины, из 2930 бриллиантов. Это ожерелье создавали три года. Компания Cartier. Для какого-то очень богатого человека из Индии. То есть, такая там долгая история с этим ароматом. Ну, мне он нравится, этот аромат. Он хороший. Я даже знаю, почему. Потому что он похож на Бакараруш. Да, именно. Я чувствую это по Бакару. И это вот твоя тема совсем. Он действительно сладкий, карамельный. И, наверное, есть хвойные оттенки еще. Ну, и, конечно, здесь есть амбра. 100%. Должна быть. Вот. Сказать больше нечего. Сладкий, карамельный, ванильный. Скучно пахнет. Я ему ставлю десятку. Я ему ставлю десятку, потому что мне он прям понравился. Оно перепрыгнуло к арту. Ну, нет. Я ставлю их наравне. Высокие баллы им ставлю. Но это ничем не хуже, чем Бакарар. Ну, по нотам на Бакару не похож. Верхние ноты. Альдегиды и цитрусы. Но у Альдегиды я что-то не ощущаю. Роза, цветок апельсина. Дубовый мох, амбра и мускус. Какой он красивый. Если вы пользуетесь Бакарой, вы хотите что-то разнообразить, но что-то подобный, подобный аромат, вот, это очень похоже на Бакару. И это хорошо пахнет. Приятно. Также дорого. Да, хорошо, мне понравится тоже. Вот, следующий аромат. Ну, тем более, такая история красивая. Подтаял, аромат подтаял. Следующий аромат называется пиакук трон. Пиакок трон. Переводится как трон павлина. То есть, этот трон был изготовлен из золота для монгольского какого-то великого хана или что, монгольского императора. Где мамантия. Да, и там, то есть, это такой трон, он какой-то двухэтажный такой, целый педестал. И он еще сделан из сандала, наверняка, этот трон. И непосредственно из этого павлина. Я все это здесь чувствую. С павлинями и перьями. И он немножко животный и древесный, наверное, сандал. Какие-то в верхах есть довольно высокие ноты. Либо тоже цитрус, либо опять же, альдекидное что-то. Ну, неплохо, неплохо. Ты представляешь монгольского императора на троне с этим ароматом? Абсолютно не представляю. Мне кажется, тогда они пахли маслом, почули и все. Ну, или сандалом как раз. Я не знаю, что ему поставить, какой-то неоднозначный. Наверное, поставлю я ему шестерку. Он не противный. Он какой-то... Ну, я не люблю такие. Какие там ноты вообще? Сейчас посмотрим. Пикоктрон. В верхних нотах заявлен индийский жасмин, розовый перец и корень ириса. В средних таивская роза. И в базовых почули, ветивер, ваниль. Все-таки, да, они обмазывались, почули там. Угу. Ну, мне? Не знаю. Не нравится. Он приятный, но я бы такой бы не носил бы. Сам бы. Опять же, очень плотный. И кто знает, как он выйдет на коже. Следующий аромат называется перегурина. Переводится как блуждающая жемчужина. И есть такое вилежное украшение. Он в форме такой грушевидной жемчужины. Это вообще из жемчужины сделано. Вот. И считается то, что это самая большая жемчужина в мире. Она была сделана темнокожим невольником на жемчужном острове. То есть, вот он ее сделал и считается одной из самых больших и дорогих в мире жемчужин. Эта жемчужина очень сладкая. Здесь я чувствую какой-то фрукт. Может быть, это ваниль роза таким образом обыгранная. Может быть, опять же, это амбра. Угу. Красивый, сладкий аромат. Да, но я бы сказал, что у меня это можно найти в люксе. То есть, он для меня ничем не выделяется сильно. Он не пахнет помадой. Знаешь, очень помадный, такой жирный аромат. Ну, значит, там точно есть роза. Здесь точно есть роза и прям аромат очень такой жирный, помадный, красный, мне кажется. Красного цвета должен быть. Женский, однозначно женский. Так, перегрына, да? Угу. Здесь верхние ноты, да, роза. И еще куча цветов. Гардени, жасмин, ландыш. Целый букет. Да, но этого ничего не видно, потому что средних куча сладостей. А именно, карамель, ваниль, амбра, мира. Заявлено еще и ланг-и-ланг и в базовых нотах еще амбры, пудровых нот и мускуса. Это просто очень сладко, перебор сладости. Сладость, цветы, да. Угу. Я не знаю, сколько ему поставить. Наверное, четверку. Потому что какой-то перебор всего. Цветов, сладости. Ну, для девушек, наверное, это может быть хорошим ароматом. Ну, он пахнет как банальный люкс женский, вот. Поэтому четверка. Следующая. Аромат называется ривьера. Ривьера. Это что-то на побережье какая-то штука, да? Ну, получается, у них же ароматы все какие-то известные камни. И ривьера это был один из самых известных камней, принадлежащих королеве Марии. Состоял он из 34 бриллиантов старой огранки. То есть, это какой-то бриллиант такой старый, который был королевой. Ну, понятно. Хорошо. То есть, это название драгоценностей. Угу. Угу. цветочный, фруктовый. И тоже сладкий. Амбра. Опять сладкий. Опять амбра, опять ваниль. Это вот единственное, что вот сейчас я замечаю, делаю аналитику этого бренда много ароматов. В основном все сладкие. Все сладкие. Угу. Угу. Действительно, у меня уже слиплись все губы, нос, все остальное. Эмм. Не выносим мне уже эта вся сладость. Но, честно, он перекликается с предыдущими ароматами. У них а-ля есть разница. Что-то чуть более пудрово, что-то чуть более цветочное, что-то чуть-чуть более древесное. Но все вокруг сладости, древесной сладости. мускусов каких-то. Я чувствую здесь уда. Мне кажется, здесь уд и дерево какое-то есть. Возможно, ладан. Он какой-то немного такой, знаешь... Как дымный. Дымный, да. Немного дымный. И дым такой хороший. Дым. Приятный. В стиле что-то... Православный дым. Нет. Наверное, в стиле назомата или ортопоризия. Вот что-то похожее. Нет? Ты не замечаешь? Я не знаю. Я чувствую сладость, да, действительно, древесная. Но... Мне этот аромат нравится. Ну что ж... Еще одна копия бокары? Нет, это не копия бокары. Вообще, они не похожи. Ну да, не похожи. Так, это ривьера. шафрана. Шафран, черный перец. Средние ноты турецкая роза, шалфей и гвоздичный цветок. В базовых нотах здесь кожа и нагармота. А, ну, наверное, кожа дает вот этот такую немного дымность. Что дает дымность? дымность. Не знаю, не знаю. Странно. Я ему поставлю восьмерку. Мне понравилось это. Я даже хочу потом его нанести. Хороший. Ну, опять же, он довольно сладкий. То есть, если есть пряности, то они пряные. Что здесь такое сладкое? Низъявлено ни амбры, ни ванили. Следующий аромат называется рояль сапфир. Переводится у нас рояль сапфир как королевский сапфир. Вот. Вот сейчас пузырится, может быть, увидите на камеру. Как шампанское просто. Прикольно. Но мне на самом деле это напрягает. А здесь он тоже пузырится? Ну, не знаю, не замечал. Вы посмотрите, просто если... пузырится, то знаете, что ароматы портятся больше. Ну, кстати, не все пузырятся. Да. Тут пузырятся те, где есть зампленное. Ну, что ж, про этот аромат тоже есть история? Так, рояль сапфир у нас получается. Слушай, я чувствую виноград. Знаешь, такую изабеллу. Такой синий, синий-красный виноград. Истории здесь нету никакой, но я как знаю, то, что сапфир, он такого синего, голубоватого цвета, примерно вот так же вот такого, как этот флакончик. Ну, он красивый камень, обычно его украшают как раз короны, королевские, сапфир. Я не знаю, как по цене, вот, дорогой ли этот камень, я не знаю. Да, он тут завалялся с кучей камней здесь, да, а сапфира нет вообще. Кстати, очень хороший аромат, мне нравится. Вкусно пахнет. Я ему даже тоже ставлю девятку, я ему поставлю девятку, очень даже приличный аромат. Я чувствую здесь апельсин, чувствую, возможно, цветок апельсина есть, не роли. Хороший. Мой нос забит полностью опять сладостью, наверное, я немножечко попью, потому что ничего другого я не слышу. Ничего другого, кроме сладости? Сладость, да, немножко какой-то виноградный оттенок, и вероятно, это не мой бренд, сегодня в гостях славой со славенным брендом, твоя тематика какая-то, интересно. Мне нравится этот бренд, он интересный, интересно за ним наблюдать, какие они новые ароматы выдумывают, придумывают и выпускают, и у них интересные истории, почитать каждый аромат посвящен какому-то драгоценности, ювелирному украшению, это же интересно, как такой ювелирный ароматический дом. Так, это Royal Sapphire. Мне нравится, хороший аромат он такой свежий, на самом деле он, мне кажется, из всех ароматов самый свежий, какой-то свежестью пахнет. Ну, это потому, что заявлены здесь мандарин, бергамот, цветок апельсина, дальше жасмин, и что бы вы думали в базе? Амбра. Конечно же, и дубовый мох, пачули, и древесные ноты абстрактные. Ну, прикольный, приятный. Угу. И последний аромат из этой коллекции называется он у нас скипетр. Скипетр. Ты знаешь, что такое скипетр? Вот такая штука. Да, это, как говорят, скипетр и держава. Подожди, а вот это, вот это не скипетр? Вторая штука. Нет, вот скипетр именно такой, прямоугольный. Прямоугольный? Ну, он как палка такая, позолоченная палка, тоже украшена бриллиантами, камнями. Страшно, страшное дело вообще эти все. Ну, по сути, скипетр это символ королевской власти, как и скипетры державы, да, вот. Ну, здесь цвет отличается. Остальные какие-то желтые и прозрачные, а этот прям оранжевый. и он такой очень древесный. Вот он такого древесного немного цвета, да, коричневого, оранжево-коричневого, да. Чувствуешь дерево? Да, оранжевое дерево, да. Опять же, есть, наверное, цитрусы и кожа. И кожа. Кожа? Угу. Чувствую кожу. Ну, да. Угу. Наверняка будет древесная нота, и, может быть, опять же амбра, на старте цитрусы, и в основном пахнет кожей, кстати говоря. А мне больше дерева. И вот он, это тоже аромат в каком-то стиле амуаж. Вот, если вам нравятся ароматы амуаж, присмотритесь к этому тоже бренду, возможно, вы что-то найдете для себя интересное и приятное. Вот, что-то, он так же восточный какой-то тоже. Вот, именно восточно-европейский. Восточный аромат под Европу. Так, я посмотрю, что там. А, я уже забыл эту историю. Это скипетр, просто это потому что скипетр? Скипетр называется скипетр. Ну, то есть он никакому конкретному скипетру, а... Ну, королевскому скипетру, который вот символ власти. А есть вообще у королев Англии скипетр? Да, есть, по-моему, по-моему, есть. Когда была коронация Елизаветы, она держала скипетр, державу, я не помню. Держава это такая накруглая штука, да? Я не знаю, это вообще не мой цель. Как напишется? Пожалуйста, напишите в комментариях, наши дорогие зрители, что такое скипетр и держава. Чем они отличаются? Возможно, вы это знаете в отличие от нас. Необразованных. Что ж, верхние ноты, розовый перец, мадекаскарская гвоздика, пряность, кориандр, дальше, персик, иланг-киланг, вистерия, это что-то, цветок какой-то синий, пачули, и в базовых нотрах мира, амбра, бензоин, серая амбра, что же ещё? Куча древесных нот. Амбра вот именно такого цвета, вот он прям покрасился этой амброй. Ну, я этому аромату поставлю семёрку, он мне меньше нравится, он какой-то немного банальный, то есть до этого аромата я много что-то подобное нюхал, поэтому. Ну, что, может быть, топ-3? Топ-3 у меня уже, да. У тебя точно в топе будет карстунт, мне кажется. Да, да. нот, станет два. Второй, я, мне понравился, потайло, вот этот, который похож на Бакару Руш, и следующий аромат, предыдущий, называется, он, Роял Сапфир, хороший, интересный аромат. и я бы еще бы даже выделил бы, карст, вот этот, третий здесь был, аромат. Угу. Твой-то, три аромата. Интересно. Разрешение. Мне понравился Кулинар Даймонд. Он же очень сладкий. Здесь интересная древесная составляющая. Угу. То есть, мне он кажется каким-то удовым больше. Ну, вот, который ты говоришь, да, вот на курджановские уды, да, он похож? Да. И мне также нравится седьмой аромат. Он, опять же, сладкий, наверное, ты его назвал Пакаро, это Патиало. Угу. Это он, это он, это он по кругу, что ли? Я ошибаюсь. Да, да, да. Вот, он тоже приятный. На себя я нанес бы только четвертый, посмотреть. Сладкий, рекомендовал бы для девушек. А этот, да, мужчина, смотри. Я бы хотел бы нанести на себя как раз, который похож на Бакару, так как я люблю Бакару Руж. Патайло, да? Чем же будет на коже, как он звучать? О, хорошо. Красота. Пошла Бакара. Пошла Бакара. Пошла Бакара по по коже. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайк, пишите в комментарии, если вы знакомы с этой маркой Тхамен, что вам нравится. И всем спасибо, всем хорошего вечера. Всем гудбай. Субтитры сделал DimaTorzok